Финал акции республиканского проекта в режиме «Правды» прошел во Дворце спорта. О том, как это было, в нашем сюжете. Сегодня такой радостный, замечательный день. Сегодня друзья собрались в одном месте. Это Дворец спорта. И мы пришли сегодня сюда, чтобы услышать друг друга. Сегодня сбор друзей, единомышленников, всех тех, кто общался в эти дни с трудовыми коллективами, с населением, рассказывая те нововведения, которые внесены в новую редакцию Конституции. Каждый из нас 27 числа сделает свой правильный выбор. Я приглашаю всех встретиться там. Подготовка к референдуму идет нормально. Общественный порядок у нас стабильный в городе Минске. Вопросов каких-то серьезных не возникает. Ну и откуда же вопросы? Люди уже прозрели, уже поняли, что на Белорусской море нема того, что раньше было. Успокоились. Если кто-то уже остался, то я не знаю, о чем можно с таким человеком разговаривать. Приходите на эфиренгу, голосуйте, поддерживайте. Каждый должен проявлять социальную ответственность. Я понимаю, расскажу, как я понимаю социальную ответственность. Я знаю, что он сказал уже о главном. Но хотелось бы, чтобы вы немножечко дополнили, как наши люди воспринимали. А вы знаете, несмотря на то, что уже достаточно долго, сколько уже концертов? Два с половиной часа, публика очень активная, хорошо реагирует на тезисы, хорошо... Ну, иногда же спикеры просят поддержки, чтобы эмоционально зарядиться. Ну, люди классные, мне очень нравится работать в этом зале. Игорь, вы у вас очаровательны, Майка. Скажите, когда же продажа она появится, чтобы можно было бы с вами на одной волне? А разрешите тогда обратиться. Если у кого-то есть возможность помочь с распространением мерча, на все рук не хватает. Буду крайне признателен. Пока у нас эксклюзивно есть несколько футболок, я вам, Оксана Сергеевна, обещаю, что вам персонально подарю. Нелепость! А в чем же тут нелепость? Сейчас мы находимся за кулисами и в ожидании самого громкого и сильного человека. Григорий, расскажите эмоции от трибун. Эмоция трибун потрясающая, потому что перед тобой зал, зал настоящих патриотов. Вот они, белорусы. Они активны, они с нашими флагами, они с горящими глазами. А где эти унылые, жалкие, смешные, беглые? Их нет, их не существует. Но и не хотим мы их дальше видеть и знать о них ничего не хотим. Григорий, где вы проведете 27 февраля? Я думаю, ответ очевиден. Все на референдум. Вы зажгли зал, расскажите, как это получилось? Это было от души. Это было от души в режиме правды. Как вы думаете, что самое главное увезут в своих головах и сердцах зрители, которые здесь сегодня присутствуют? Идти на референдум, защищать интересы нашей Беларуси. Хотите новой, значит, новой Беларуси. Хотите традиционной, значит, традиционной Беларуси. Придут, сделают свой выбор и будут дальше делать, чтобы Беларусь наша оставалась такой же, какой я с тобой была, есть и будет. Отлично. До встречи на референдуме. До встречи. ...органов внутренних дел, отдавших свои жизни. Рядом с нами наша смена. Отечество. Долг, честь, отечество. Когда мы узнали, что будет такое мероприятие, то, конечно, мы с большой радостью решили, что будем принимать участие. Потому что можно провести 100 клубов, и мало кто будет знать. А тут такая, получается, огромная аудитория. Дворец спорта. И можно продемонстрировать вот этот наш пилотный проект, военно-патриотический клуб Рысь, который очень у нас хорошо получился. Вы сами видели, как это происходило. Ожидали 100 детей, оказалось 150. Каждый день на 8, на 10 человек больше. И мы открыли три военно-патриотического клуба. И благодаря тому, что у нас так все хорошо идет, и у нас замечательные дети, замечательные родители, которые их поддерживают. Не так просто в воскресенье прийти на серьезную тренировку и позаниматься. Но дети это делают очень хорошо. Выполнили задание, ребята? Она отлично. Исключительно она отлично. И девочки, и мальчики. Ребята, вам понравилось выступать? Да! Потому что спецназ это? Сила! Получил приглашение выступить здесь, среди друзей, соратников, настоящих белорусов, патриотов своей отчизны. Для меня большая радость. Честь быть сегодня здесь. Быть одним из тех, кто сегодня вот шлет ваш важный такой посыл в общество в преддверии референдума. 27 число для нас это историческое событие. Мы вместе, и мы обязательно защитим свою страну и свои семьи. Хотела бы по секрету вас узнать, есть ли у вас любимый телеведущий? Евгений Пустовой. И, конечно же, мой дорогой Григорий Озаренок. Он так вот всегда точно, четко говорит о важных вещах, может быть, которые кто-то может стесняется, может быть, переживает говорить. Он настоящий воин.